People should think, 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 think. Сегодня будет отличная вечеринка под названием «Электролето», которая проводится с 2003 года в нашем городе. И это стало, мне кажется, одним из самых знаменательных событий, которые происходят летом. До этого пластинки не играли. Все на самом деле началось очень просто. Сергей Сергеевич Яникин праздновал свое 30-летие и решили придумать вот такую вечеринку «Электролето». Мы слушали то, что было самое прогрессивное, то, что было в моде и то, что вообще заряжало всю, собственно, политику электронной музыки. Было дело лет более чем 10 назад. Решили отметить мой день рождения. Это где-то был 94-95 год, где-то так. То есть я не помню точно, в каком году М-Клуб появился. Вот вам хрест, ребята. Не было плагиата. Просто сидели, вот вообще просто, ну, как бы, вот монитор, кружок, потом разбили его, ну, как бы, на сегменты, сегменты, на сегменты еще увеличили, размножили. Все. И значок атомного подводного крейсера в середину. В самом начале это был просто энтузиазм. И когда люди просто собирались и делали мега приватные вечеринки для начала, потому что в клубах такого движения не было. Сначала все загорелись электро. Был, ну, на Казантипе, там, 2000-катый, 2006-й год, там, Хельга, Попова, ну, там, все диджеи играли веселое, счастливое электро. Только техно. Потому что никаких скрипок не было. Потом это был минимал, который уже, собственно говоря, прошел, скажем так, в Европе. Но у нас он почему-то позднее пришел. Сергей Аникин, который уехал в Питер на свою родину и оттуда приехал уже с чемоданом винила. Из-за границы откуда? Из Лондона. И он был один из первых диджеев в этом городе. Но в это же время мой одноклассник и его друг-сосед Александр Бобер играл здесь. Он играл, Аникин играл в Питере, а Бобер поднимал культуру уже здесь. Потом, когда вернулся Аникин из Питера, они вместе первые играли с винила музыку в Черкассах. Минимал, электро, техно. То есть музыка, не имеющая четких границ или каких-то там рамок. Ну, то есть это музыка, главное, которая идет от души. А, был еще Серега Усик, который вел передачу «Клубничка» на телеканале «Альт». Тогда был телеканал «Альт» такой. И он вел ночное шоу, прямой эфир был. Это была бомба вообще. Ну, то есть самое начало какого-то частного самостоятельного телевидения. И Усик просто родоначальник этого движения в этом городе. Мы всегда черпаем свое вдохновение из каких-то источников. Ну, то есть это не только там интернет, пластинки, там какое-то общение там просто с людьми. С чего вообще началась музыка? Электронная музыка. Вообще музыка, любая. Когда-то в древние времена сидели древние люди в каких-то пещерах, в каменах. Неважно. Гроза, буря, буревые там все такое. Отдыхаем хорошо. Они взяли какие-то, у того был обломок черепа, у того обломок кости, камень, пустотелый камень. То и вдарыв, то и повторыв. И вот, начался ритм. Выны почалы гелыть по предметам, другими предметам. Вот. Начало получаться, как бы собираться это все дело в композицию. Они начали это дело запоминать. А так как они умирали быстро, потому что саблезубые тигры, там, ну, ты сам понимаешь, в обрыв упал, молния. Они успевали это быстро передавать наследникам. Вот. С этого момента, вот, как бы, в принципе, и началась музыка. Потому что никаких инструментов не было никогда. Были только пустые черепа и камни. Электролето. Это летний проект нашего города, города Черкасса, который уже длится больше 10 лет. Вот. Он собирает, так сказать, у себя в кругу хорошую, позитивную аудиторию. Вот. Которая, в принципе, возможно, даже уже больше не ходит по разным заведениям. По причине, там, работы, семья. Вот. Но есть мероприятия, которые, это как будто как Новый год для клабера в какой-то степени. Это приятная, выбранная заблаговременно музыка. Вот. Это диджеи, которые ждут этого проекта, те, кто участвует. И, в принципе, аудитория, которая приходит и где-то, ну, поддерживает это все, эту всю культуру. Потому что оно имеет свойство начинаться и заканчиваться. Пока люди ходят, поддерживают очень приятно. Кто-то уходит, кто-то заполняется. Но костяк в целом остается, ну, тот же. Участники сегодняшней вечеринки – это диджей Аникин. Говорят, неуромантика. Когда-то играл мясо, когда-то играл мягко. От души? Сегодня минимал. Хороший. Диджей Семен. Вот. Я буду играть утром на автопати. Вот. Музычка будет такая мягкая, с грувом, с глубоким звучанием. Утренняя, так сказать. Кристал панк. Я буду играть в пластинок. Я считаю, что пластинки – они вечные. И то, что слушалось, скажем, там, 2006 год – это будет всегда актуально, если это на виниле, если это… любимые, любимые нами мелодии. И я рад, что сегодня происходит вообще такое событие, как «Электролето». это вообще отличный повод собраться тем старым составом. Респект большой, огромный Семену за то, что он продолжает именно вот это дело. И это культуру, потому что, ну, в данный момент все очень трудно. Вот в 2004-м, 2005-м как-то это было массовее намного. А сейчас очень трудно, но Семен наперекор всем делает это движение именно тот дух, старый дух. Мне кажется, в каждом городе вот что-то проводится подобное, просто под разными названиями, когда у каждой компании есть возможность, даже если ты не клайбер, есть возможность просто прийти и отлично оторваться, отлично отдохнуть, потанцевать и зажечь вместе с нами, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok